Всего 5 часов работы, 3 дня в неделю. С октября прошлого года жители села Бурла вынужденно терпят очереди в почтовом отделении. Уже больше полугода здесь не хватает сотрудников. Бурлинцы, говорят в селе, из-за низких зарплат и высоких требований попросту не готовы идти работать операторами. Ну труднее стало после сокращения времени работы? Естественно, мы со славы дороги. А, то есть вы не местные, да? И сколько вы времени на дорогу тратите? Больше часа. Больше часа это только в одну сторону. В разговоре с работниками удалось получить лишь эту информацию. Общаться с нами им запретило руководство. Однако, несмотря на короткий рабочий день, местные жители не имеют претензий к операторам и даже жалеют их. А проблему видят прежде всего в Славгородском почтампте. Отношение плохое руководство Славгородского почтампа к нашей Бурлинской почте. Считают, что раз район, ну как присоединили, то значит здесь мало работы. Ну, оказывается, это даже очень немало. Чтобы отправить письма и забрать посылку, бурлинцы отпрашиваются с работы. А после праздников в отделении случается настоящий коллапс. После праздников, после дней рабочих дней было очень много народа. Человек 20-30. Сколько тогда приходилось ждать? Ну, где-то больше часа. Сейчас Славгородский почтампт пытается исправить ситуацию. Совместно с Центром трудоустройства ищут для Бурлы новых сотрудников. А параллельно с этим пытаются перевести часть услуг в онлайн. Для удобства клиентов мы предусмотрели возможность получать большинство услуг дистанционно. Оплатить штрафы, коммунальные по реквизитам, кредиты, выписать периодические издания, предварительно оформить и оплатить посылки, а также и другие услуги можно дома, с помощью сайта Почты России или в мобильном приложении. Однако смогут ли воспользоваться этими услугами пенсионеры? Вопрос открытый. Как признаются сами бурлинцы, многие из них скорее по старинке пойдут на почту, а значит очереди так и останутся проблемой, решением которой может быть поднятие зарплат для сотрудников. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.